День Матери – это один из тех светлых праздников, который дорог для каждого человека. Учрежденный в России в 1998 году, он стал важной частью нашей жизни. Все учреждения культуры и образования в преддверии этого дня стараются обратить внимание своих посетителей и учащихся на роль матери в жизни каждого. Этому способствует проведение различных тематических мероприятий. Так, в Славянской картинной галерее предпраздничное заседание клуба «Истоки» прошло в виде мастер-класса «Рисуем маму», на котором побывала и наша съемочная группа. Мастер-класс по рисованию подарка ко Дню Матери в картинной галерее провел преподаватель художественной школы, оформитель, художник и скульптор Владимир Рожков. Он считает, что нарисовать портрет мамы – это несложное для детей задание. Дети с мамами знакомы еще до рождения. У меня первое впечатление от мамы – это… Вот представьте, я лежу по диагонали на кровати, кровать такая здоровенная, и меня собираются пеленать. Руки такие шершавые будут. Вот это первое впечатление от мамы. Представляете, насколько хорошо дети знают маму. Так что, по-моему, здесь ничего сложного. Но их впечатление, их ощущение от мамы нужно будет передать любовь. То любовь, которая есть у мамы, которая есть к маме. Основная цель встречи – не столько научить ребят рисовать, сколько помочь им раскрыться через творчество. Научиться передавать любовь к самому близкому человеку – маме. И, конечно же, стать ближе к искусству, которое не только делает нас духовно богаче, но и способствует интеллектуальному развитию. У нас две половины мозга. Если правую развивать хорошо, творческую, то во всем остальном ему будет легче в жизни. Он по-другому начинает мыслить. Ну, представляете, или одна половина мозга работает, или сразу две параллельно. Это такая мощь будет. Многие дети, практически все, кто учится музыке, рисованию, любым творческим, они там не будут художниками, не будут музыкантами. Но на жизнь они будут смотреть по-другому. Это первое. И второе. Тот эмоциональный заряд, который у них есть, который они получат здесь, эти положительные эмоции, они уже гадости делать не смогут. Ну, я надеюсь. Любовь и творчество благоприятно влияет на человека. Потому возможность реализовать себя. Оставить на бумаге через краски и кисти свои страхи и радости в подростковом возрасте очень важна. Это очень нужно проводить, чаще проводить, больше проводить таких программ, таких встреч. Ребята задумываются подсознательно. То есть к ним что-то приходит. Они начинают размышлять на тему. Они начинают вспоминать маму, отношения к матери, чувства у них вновь проявляются. И всё это всё равно способствует на их воспитание. С каждой минутой мастер-класса смущенные и стесняющиеся лица участников становились всё серьёзнее и спокойнее. А нарисованные на белых листах бумаги мамы всё больше и больше становились похожи на свои прототипы. Быть подростком сложно. Не всегда ребята в этом возрасте могут открываться взрослым и даже своим родителям. Потому портрет мамы к празднику – это своеобразный мостик, который поможет сделать ближе мир взрослых и детей.